Сегодня закончился знаковый этап в деле Ивана Сафронова. Назвать этот приговор, кроме как, неадекватным я не могу. Избитые фразы относительно незаконности и необоснованности не могут отразить всего того абсурда, который сегодня произошел, и свидетелями которого мы все ставили. Ивану Сафронову дали 22 года, пока, за его журналистскую идею. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто сейчас на меня смотрит, подумал о том, а стоит ли вообще оставаться в этой профессии, если человеку за то, что он делал свою работу, дали 22 года. Вот подумайте над этим, пока больше нечего. Обжалование будет первое возможное уже сегодня, поскольку иллюзий никто не питал и до сегодняшнего дня, и мы с собой просто уже заготовили, так сказать, драфт операционной жалобы, сегодня мы ее подадим, вот сейчас, собственно, выйдем отсюда, дойдем до канцелярии и сдадим ее первую, так сказать, это уже будет считаться в жал. Почему на два года больше дали, чем запрашивали? Возможно, на два года меньше, я имею в виду. Вы знаете, это вопрос, скорее, больше всего, Ассоцкий. Почему на два года меньше? Почему не на два года больше? Почему меньше не на 20 лет? Почему не больше на 20 лет? Вот мой коллега вполне красноречиво сказал, и это наше общее мнение, что любой обвинительный приговор, даже если бы он был на один день, по нашему мнению, неадекватен, несправедливый, если угодно. Как Иван себя чувствует, как он у него настроен, что говорит? Сегодня, к счастью, в зал на оглашение пропустили довольно много людей, в том числе журналистов. Очень многие видели Ивана, его реакцию. Если цензурно выражаться, то Иван воспринял стоически, и, собственно, он сразу озвучил. За два года, наверное, все, опять же, убедились, что Иван хозяин своего слова, и он еще задолго до того, как стала известна дата вынесения итогового приговора сегодня, он сказал о том, что он воспримет любой приговор абсолютно спокойно, что, собственно, и произошло. Иван ни на секунду не сомневался ни два года назад, ни день назад, ни сегодня в своей правоте. Поэтому то, что озвучил суд, ну, озвучил.